Прошу разрезать ленту! Открытие хоть и небольшое, но торжественное. Появление дополнительных мест в детском саду по улице Чехова ждали все жители микрорайона. 60 воспитанников с 3 до 5 лет уже ходят в новые логопедические группы. Дополнительные ставочки логопедов у нас появятся. Появился дополнительный еще кабинет. Самое ценное, что есть в учреждении бассейн. И дети, которые имеют нарушение речи, бассейн им просто необходим. Пристраивать к солнечному детскому саду ничего не пришлось. Подрядчик только привел в порядок группы, которые в мае освободила общественная организация. Сейчас средств в бюджете на строительство новых детских садов нет, но власти нашли выход. Возвращают зданиям первоначальное назначение. Конечно, в соответствии с требованиями, существующими сегодня. То есть, просто один в один это не удастся сделать. Требуется всегда капитальный ремонт, требуются капитальные вложения. Мы это делать будем. Но этот метод нам позволяет простым таким способом понемножку, но увеличивать количество детских мест. И вот таким образом мы поступили здесь. На ремонт в этом саду потратили 5 миллионов. Но благодаря этому очередь в детские сады Октябрьского района значительно уменьшилась. Здесь занимаются всесторонним воспитанием, но акцент на музыкально-эстетическое и физическое развитие детей. Есть группы и для ребят с проблемами в речи. Мы только попали в группу, на самом деле. Не пришлось ждать до сентября, это очень радует. Нам сообщили радостную новость, что здесь открылись наконец-то два помещения, которые позволили нам наконец-то посещать детский сад. Детские сады в ближайшее время не планируют строить, но места для дошкалят всё равно будут создавать. В перспективе переделать по ГОСТу освободившиеся за ненадобностью новосибирские детские дома. Городская программа по усыновлению работает, и освободившиеся здания перепрофилируют в детские сады. Поэтому очередь будет сокращаться, несмотря на продолжающийся рост рождаемости. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости.